Добрый день, дорогие друзья! Бенуа 1890, Дни Фонтанки там. Я правильно говорю? Ты всё правильно говоришь. Единственное, что, конечно, мы всех секретов раскрывать не будем, но мы сделаем всё, чтобы вам было интересно прийти туда в 20.00. Наш сегодняшний гость там ответит на все ваши вопросы. Друзья, не пропустите. И вот сегодня мы попробуем, так сказать, какие-то наброски, штрихи, черновички, всей этой красоты изобразить. И всё-таки я начну с вопроса. И, знаешь, начну я с вопроса языкового больше. Одна наша коллега спросила, как говорить о сексе, ну так, чтобы было не слишком литературно, но при этом и без ненормативной лексики. То есть вот без стержня нефритового, но и при этом, чтобы цивильно. Это очень тяжёлая тема, потому что, ну, во-первых, об этом говорили достаточно много, и античная литература, она действительно во многом этому и посвящена. То есть способы уже находили, уже понимали, что какая-то вот эта зона является сложно оформляемой, сложно вербализуемой. То есть когда ты начинаешь называть эти вещи своими именами, то не получается литература. То есть потому что литература — это свои собственные правила, своя собственная система обозначений. Это не просто как бы, ну, не знаю, оформление реальности, копия реальности. То есть если там появятся какие-то слова, они будут странно, кричащие, выглядеть недоумённо, и они будут лишними. То есть тебе самому захочется их изъять. Поэтому бывают ситуации, когда культура, она к этому, например, не готова. Не потому что люди этим не занимаются или не хотят об этом говорить, а потому что, ну, не знаю, вот сам стилистический, как бы вот эта стилистическая зона, она это не может усвоить. Она не может подобрать этому правильное обозначение. То есть если подбирает, то какое-то странное, очень ненасказательное, какой-то эфемизм. Там, например, эпоха классицизма она таких вещей, например, не делала. Ну, не было вот этого у неё. То же самое, кстати, эпоха романтизма, которая там наследовала классицизма. Ну, почему-то вот она не в состоянии была об этом говорить. Зато, например, Ренессанс об этом очень хорошо говорил. Там, начиная с Рабле. Вот этот, потому что почему? Шекспир об этом прекрасно говорил. То есть почитайте, например, Гамлета. Мы же Гамлета с вами читаем в очень, извините, сокращённом варианте. Особенно песни Офелии. Там Щепкина-Куперника, по-моему, половины не перевела. А там одно сплошное безобразие. И Офелия размышляет, рассуждает о том, как там могла бы быть совращена женщина. И имеет она в виду отчесть себя, отчесть королевы. Вот если это внимательно прочитать, там очень много непристойности. Эта эпоха знала непристойности. Но в чём была, ну, наверное, специфика той эпохи и Ренессанса, и позднего Ренессанса, и Барокко. В том, что они умели совмещать несоединимое. То есть они умели совмещать самые разные полюсы бытия. Они могли говорить о Боге, например, одновременно. И тут же о чём-то не очень пристойном. То есть и тут не было зазора, не было такого сильного противоречия. То есть мир был страшно цельный. Там, например, Андрю Марвел. Вот у него есть такое стихотворение «Тухиской местрес». Это не очень приличное стихотворение, но при этом это считается образцом высокой поэзии. Там, например, или «Сан-Хуан де ла Круз». Ты читаешь его тексты, его стихи, ощущение, что ты читаешь про эротику. То ли ты читаешь мистику религиозную, то ли ты читаешь эротику. Неочевидно в какой-то момент. Так же, как и вот эти барочные поэты, ну вот, скажем, поздней шекспировской эпохи. Там Джон Донн, Крэшоу. Вот они эту идеальность вмещали, так же, как и елизаветинцы. Это был очень насыщенный жизнью комплекс. То есть там не было какой-то зоны стыда, зоны табу. Но затем, когда пришёл классицизм, всякие просторечия, вульгарные слова, вульгарные темы и жесты, они были все табуированы. Дело, язык подошёл к такой ситуации, к такому состоянию, что вот эти органы, эти акты, они очень серьёзно... О них нельзя было говорить, не было слов специальных. То есть эти слова исчезли, были забыты, перестали быть актуальными, разрушали единство текста. Вот, то есть бывают разные эпохи. Ну, скажем, там, 20-й век уже это снова вводит. То есть культура начинает учиться тому, как соединять полюса. Там, например, в описании детства, потому что, ну, там, может, в детстве разное происходит с людьми, там, у детей там своя сексуальность, да, и мы это, в общем, знаем, и почему мы должны об этом не говорить или не писать, если такое происходит. Но если вы почитаете Томас Сойера, вы там этого не увидите. Что-то я не припомню. Там галантное поведение, да, там образ жизни, с одной стороны, кальвинизм и, с другой стороны, манеры джентльмена, маленького, ну, джентльмена. Да, там много смешного, но ничего такого нету непристойного, но нет и прорывов в метафизике. А если мы возьмём какого-нибудь Генри Миллера, то у него есть все полюса. Очень высокая, очень пронзительная, очень тонкая литературная и вот эта вот раблезианская, карнавальная, то есть, зона телесного низа. Очень такая революционная, потому что она меняет жизнь. Очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, самый нестандартный вопрос на эту тему, который вам задавала ваша аудитория. Вы же регулярно выступаете перед какими-то замечательными слушателями, какими-то аудиториями темы секса. Как часто она обсуждается? Насколько, скажем так, умно вас пытаются вопросом поставить в неловкое положение? Ну, я не помню, чтобы меня ставили в неловкое положение. Мы просто так уже испортились за последние, наверное, 20 лет или, может быть, даже 30, что уже трудно, конечно, что-то такое сочинить. И аудитория очень сильно приходит в 18 лет подготовленная. Вот, прям, скажем, учитывая возможности нашего интернета и способности наших детей находить порно-сайты, да, куда ведут все дороги, как известно, из интернета. Но бывают всякие разные вещи и курьезы. Там, например, я рассказывал о Джойсе. Ну, вот, как бы я читаю лекции об Улисе. А это довольно непристойное произведение, которое было, кстати, и запрещено как произведение непристойное довольно долго. На родине был запрет на публикацию этой книги. И, собственно, вообще был запрет. И вот там в какой-то главе главный герой Леопольд Блом, глядя на такую хромоногую девушку, которая на пляже задирается платье, он рукоблудит, скажем так. Я произношу это слово. Рукоблудит. Ну, а что, вполне литературное слово. И одна моя аспирантка, она сидела в этот момент в зале, услышала, как соседка сказала, что он сейчас имеет в виду, что он делал, что он имел в виду. А ей другая сказала, ну, по красне, сказал, он трогал себя. Это тоже хорошо, что он трогал себя. Какие культурные люди. Какие все-таки и хорошо, что среди нас. И потом, когда мне это перескали, я понял, что я, возможно, сказал что-то лишнее. Потому что иногда надо делать всякие смешные эллипсисы. Вот у нас, например, одна дама, я не буду называть фамилии, просто, может быть, это уже не актуально, она читала лекции по истории Ренессанса. И вот там прототипом Горганчуа каким-то литературным был некий великан. Это была история про великана, который добрый был, добродушный, но все у него было большое, и всего ему было много, и все это, все ему было важно, каждое проявление жизни. Такое обилие жизни. И вот она рассказывала, что легенда началась с того, что великан атаковал город. И как он его атаковал? То есть он, значит, подошел к крепостным стенам, снял штаны, повернулся задом, а до этого съел несколько бочих пороха. Потом снял штаны, повернулся задом, дальше она сделала паузу и сказала, и от сильного взрыва пострадали городские постройки. То есть вот это интеллигенция. Это вот люди, которые сформировались в 50-е. Я обязательно бы сказал, что пукнул. Но она сказала, пропустила, и сказала, и от сильного взрыва пострадали городские постройки. И от этого апреля вас спросят. Все все поняли. Как надо спросят. Вы ко всему готовы, да, Андрей? Ну да. Возможно. Идем дальше. Да, у нас так. Вот вопрос у нас о Нансбесте. Как в этом году длинный список вам, Андрей, и читали ли вы что-нибудь из него? В этом году мне очень нравится длинный список. Я из него кое-что читал. Я не могу сказать, что я читал все, но читал много. Но важные, мне кажется, читал книжки. Роман Германа Садулаева «Иван Ауслендер». Мне кажется, что это очень хорошая книга. Это одна из лучших книг, написанных Германом. Очень современная. Очень такая интересно читающая. Потому что «Шалинский рейд» был более, что ли, такой тягучий. Может быть, для читателей, которые любят какой-то риск, любят действия. Это было не так интересно. «Ауслендер» хорошо очень написан. Это думающий роман. Это такой риск мысли. Там очень много странных, парадоксальных идей, описывающих стереотип культуры. Там, например, Герман читал про путешествия. И это просто блестяще. Мне кажется, что очень хорошая книга у Анны Козловой. Возможно, что она и победит, но трудно загадывать. «Ф-20». Эту книгу я просто прочитал, не отрываясь. Я читал ее вариант в журнале «Дружба народов». Это книга о двух безумных девочках, у которых все процессы, какие только возможно, происходят. Они сумасшедшие. У них абсолютно издвиг. Это страшно интересно. Это просто удивительно. И Козлова нашла очень удачную форму, очень хорошее выражение. И вот там она умеет говорить. Это редкий случай. С территорией самого безумия. То есть мы слышим речь безумного. Может быть, возможно. Я бы чуть-чуть радикализировал эту поэтику. То есть сместил бы нарратив, поломал бы его. У Козлова более традиционно. Но все равно это все равно вообще производит сильное впечатление. То есть ты слышишь речь и разговор безумного. То есть ты видишь мир его глазами. И они хорошие, как бы, эти глаза. То есть ты начинаешь понимать, что это часть твоей собственной жизни. И как надо себя вести. То есть услышал голоса? Не надо всем докладывать, что эти голоса услышал. А так шел, поговорил и обратно вернулся. И занялся тем, что нужно. Ну, наговорился и вернись обратно. Не надо всем объяснять, что это. То есть там вот такие интересные модели поведения. Еще один вопрос. Наша аудитория спрашивает, собирается ли Астаса Туров возвращаться в художественную прозе. И над чем работает сейчас? Я не уходил никуда вообще. Что вы меня так торопите? Я вообще-то год назад роман издал куда быстрее. Нельзя в год по роману писать. Я в 15-м году все-таки издал роман, который называется «Осень в карманах». Я пишу сейчас книги, даже сразу две. То есть они у меня в таком натрите. Я сначала начал одну писать, но потом я немножко как-то застопорился. Работа. Я почувствовал желание про другое начать писать. И стал писать про другое. Один у меня есть. Вот я все-таки хочу закончить трилогию про детство. У меня есть люди в голом с хунсткамерах. Это еще третий роман написать. Ну вот у меня есть из него какие-то куски. И роман про вторую такой трилогию я начал. Вот эта книжка «Осень в карманах». Про такую женщину, актрису, которая у меня там присутствует. Ну и про себя. То есть не про себя, а про человека с моим именем. Вот. И такой это урбанистический текст. Вот. А сейчас выйдет вот, кстати, скоро сборник с моим новым рассказом, который называется «В Питере жить». Это называется сборник, так называется «В Питере жить». Вот. Там, кстати, будут всякие известные люди, не обязательно писатели, но которые интересно пишут просто. Небанальные вещи говорят. И там будет мой рассказ, который называется «Маленький автобус». Это рассказ посвящен Петроградской стране. Там даже будет... Нет, секса там, мне кажется, все-таки не будет. Там эллипсис в этой зоне. Мне кажется, там в этой зоне эллипсис. Вот. Это тоже похоже. Но будет постельная сцена, да. Без секса. В автобусе. Ну, люди бывают. Оль, ну, люди иногда просто лежат в постели, у них все было. Или будет и просто беседуют. То есть у них все было, и они обсуждают, как это у них было. И высказывают друг другу какие-то соображения. Вот. В разной форме. Курят иногда в постели. Вот там у меня герой лежит со своей подругой в постели. Она ему объясняет, что он правильно сделал, что он сделал неправильно. Закуривает. Разбор полетов. Закуривает. Она актриса известная. Он говорит, нельзя курить в номерах. А мне здесь можно, дорогой. Мне все можно. Поэтому она закуривает в постели. Героя это не очень нравится. И она ему объясняет, что делать не надо, что надо. Слушай, Андрей, вот у меня такой вопрос. У тебя герои книг часто реальные прототипы. То есть, ну вот, можно перечислить их очень много. Да, можно найти. Конечно, конечно. А тут, насколько я понимаю, что книга Германа Судулаева Ивана Ауслендер тоже так или иначе коснулась тебя. Да, ну да, да. Как тебе узнавать себя в книге? Ну, Оль, во-первых, это никогда не я. Ну, конечно. Там, во-первых, не написано, что это Андрей Садов. Ну, все догадались, понимаешь, даже я. Все догадались. Я, кстати, рекламировал эту книгу не потому, что там я. Вот. Это потому, что просто... Книга хорошая. Да, потому что книга хорошая, потому что она мне действительно понравилась. Ну, я бы так сказал, что все-таки это герой, у которого есть своя логика. У Германа особый взгляд всегда на ситуацию. У Германа герои являются в какой-то степени персонажами, живыми, в какой-то степени носителями каких-то идей. Там у него, например, в романе А.Д. фигурирует Пелевин, который говорит, по идее, то, что должен говорить Пелевин. Он не может ничего другого говорить. Он не живой немножко. Он как кукольный такой. Это прием такой, как бы, у Докторову такой был в свое время прием в романе Рэгтайм, где есть исторические персонажи, которые превращались в бренды такие. Ну, бренды там, брендированные. Они Морган, там здесь Форд. Говорят цитатами из своих текстов. У Германа тоже Пелевин говорит цитатами из своих интервью, которые тогда было одно. В общем, он говорит то, что здесь скорее все-таки у Германа персонаж является живым персонажем. У него своя логика. У меня своя логика. Я могу в разный момент сказать разные вещи. Но у Германа персонаж вот всегда один. Этот персонаж успешный с женщинами, успешный в сексе. У него жена модель, у него гранты, у него куча денег, он востоковец. Просто Герман меня вдруг увидел вот таким. Но это не я, это все равно персонаж получился. У него своя логика. Я могу быть таким, но я меняюсь, мы меняемся. Герман меняет, и ты меняешься, и все меняются. Поэтому я не знаю. Это просто персонаж со своей логикой, который немножко похож на меня. Ну, а на тебя обижались когда-нибудь? Вот я смотрю, например, в Фейсбуке ты пишешь иногда истории. Нигеров не обижается. Нет, понятно. А вообще? Он слишком... У него такая высокая степень самоиронии, которую я не видел ни у кого, честно говоря. С Нигеревым. Вот. Нет, никто. Герман, насколько я знаю, не обижался. Погребняк не просто не обижался, а я выдумал все про него. А он эти истории еще и рассказывает на лекции. Как будто они были. Как если бы они были. То есть это настоящий постмодернизм. Потому что мне студент говорит, вот, Александр нам рассказывал, как он вот этот панковский ужин, как он это мог рассказать, я это придумал. А он это рассказал, как реальную жизненную историю. И как бы... А это я придумал. Это не могло с ним произойти. Вот. Но... Но теперь он это рассказывает, это реальность. Возможно, с ним это произошло. Как литература становится реальностью. Возможно, это с ним произошло год назад, но вряд ли. Вот. Что-то мне подсказывает, что нет. Вот. Но обижаются. Никонов там обижался, по-моему. Андрей. Народ трепещет, зная, что вы будете 5-го числа говорить про секс. И пишут вам. И пишут вам. Суть во всем, да. Что пишут? Почему в зарубежной литературе, если про секс, то обязательно с какими-то отклонениями, а в русской даже языка толкового нет, чтобы писать оборотики? Кстати, хороший вопрос. Ну, первое. Во-первых, есть в русском языке уже традиция, она давно существует. Вот. Действительно, русская литература немножко, ну, кстати, как и западная. Она была в этом смысле отношения закрыта для секса. Если мы почитаем 19-й век, что мы там, в общем, у декадентов такой радикализм, конечно, как у Латриамона. Но это такой очень мощный прорыв. Посмотрите, вот, если мы посмотрим, эта традиция, ведь она была сильно прервана. Там Боккачи, это не тот. Ну, это классика, его читали. Но вот эту традицию, вот эту зону, как бы, низ, карнавальную, ее не использовала культура. То есть это просто памятник и так далее. Вот, Маркиз де Сад. А что это была за фигура? А фигурировал ли он вообще в культуре, этот человек? Да вообще его не было. Он появился только в 20-м веке. Это вообще феномен 20-го века. То, что он писал в конце 18-го, никого не волнует. Его никто не знал. Про него знали, что то ли он кого-то выпорол, то ли его выпорол. Но что-то было. Да, вот это знали про Маркиза де Сада. Кто-то его читал. Ну, так, чтобы на уровень с Эммануилом Кантом ставить, как это делают вот эти философы, которые у себя в штанах копошат все время. Вот такого, конечно, не было. Его сюрреалисты ввели. Последним бастилиевским зэком еще можно его, собственно, назвать. Да, вот он сидел в бастилии. Известно, где его паули. Тоща его туда посадила, на самом деле. Что его за это посадили? Ну, конечно, вот эти элементы. Даже вот если мы почитаем Захер Мазоха, то ведь там этого нет. Там есть ожидание долгое, томительное. Потому что и нужно мазохисту. Удать меня, удать, а вот не буду. Не нужно ожидание и предчувствие. Вот. А сам акт ему не так интересен. И он это действительно интересно описал. Вот бояться, сидеть, ждать. Но результат никому не интересен. И это, собственно, Захер Мазоха рассказал. Очень забавно он описал этот феномен. Но это не так как бы... Ну, это фигуры. Это уже подход к этому. Но в русской литературе, конечно, эти элементы были. И был эротизм. И, извините, Серебряный век весь на этом построен. Какой-нибудь Абрамов Рос пишет эротические сонеты. Мне было 15 лет. Нашел я случайно в библиотеке. У дедушки Абрам Фрос был там брат, ну, родственник моего деда, Виктора Максима Жернувского. Там было написано эротические сонеты с подписью. Естественно, я открыл. Надо сказать, что я был первый, кто это прочитал. Потому что дедушка дальше второй страницы не разрезал. Не так ему было это интересно. Сколько лет внуку было тогда? Внуку было 15. Ну, конечно. Должно было быть. 15 лет было. Вот. Я это посмотрел. Там как-то какие-то лоны. Вот это ты, припавшая губами к моей тугой и соком бьющей плоти. Вот я это запомнил. Я не знал, что это значит, но мне очень понравилось. Я не понял. Не знал, что такое бывает как бы. Но понял, что что-то такое напряженное. Слушайте, а может быть бывало? Вы же знаете, как у нас сейчас морализаторы-то подняли, так сказать, забрало. Их все слышнее, и они все успешнее. Вон, красавица и чудовище. 6 плюс было. Кто-то там из весной вибрирующих написал. 16 плюс сделали. Это ужасно. Потому что вы рассказываете. Конечно, конечно. Должны быть какие-то определенные вменяемые ограничения. Безусловно. И это происходит. И не нужно. Но нужно иначе все это делать. То есть надо там, не знаю, 14-летним детям, которые уже готовы, не знаю, которые уже в репродуктивном возрасте, просто нормально объяснять, что да, это часть жизни. Уроки сексуального воспитания? Дело не в этом. Не в уроках сексуального воспитания, не в презервативах, не в лубрикантах, не в том, в каких позах это надо делать. А в том, что секс – это ответственность прежде всего. Вот это люди должны понимать. Да, это удовольствие, безусловно. Да, если ты скажешь ребенку, что секс – это плохо, он тебе сразу объяснит, что это хорошо и будет прав. Это с какого-то возраста трудовая повинность, а до какого-то возраста – это желание большое. Надо объяснять, что это ответственность. И вот это нужно объяснять и не запрещать, и не ставить 16+. Потому что это глупо, это эффект пружины. Успеваем 5-го числа, пока они не пришли к власти, поговорить про секс? Ну, просто плохо все может закончиться. Не надо пружину сжимать. Потом такое будет, что уже сами удивимся. Не хотелось бы. Не хотелось бы, конечно. Давайте удивляться от ответов Андрея Стациоторова. Когда Калядиной за цветочный крест дали Букера, такой скандал был, что после никто даже и не пытался на эту тему работать. Или пытался. А то такое ощущение, что в нашей литературе или русская красавица Сорокина, или афедрон, или колено цвета раковины. И никакой конкретики пишут наши умные пользователи. Мы забыли еще на тот вопрос даже ответить. А мы сегодня занимаемся такими рекламированием этого. Да, набрасываем просто. Мы не отвечаем на вопросы. Вот. Кстати, в современной русской просьбе, почему существует там Харитон? Существовал там Ярослав Могутин. Это может нравиться, не нравится, но это какая-то такая зона подражания там каким-то фигурам западным. И Виктор Ерофеев, и Эдуард Лимонов, который вполне себе совмещает. Очень эротичен Захар Прилипин. Да? Конечно, он очень эротичен. Сентиментально эротичен Захар Прилипин в своих романах. У него описание сексуальных сцен. Он довольно здорово это сделан, со всеми эфемизмами, абсолютно без пошлости, без лишних слов. Вот. У него есть в последнем романе очень-очень-очень-очень-очень такие напряженные сцены секса. Очень хорошо написанные, на мой взгляд. Я не умею писать про секс. А вот эти люди умеют. У меня просто герой эскетичен. Он не про секс. Вот у Захара он герой. Он про секс. А вот у меня не про секс. Он про после его статуировки. Ну, может быть, да. По поводу Калядиной. Ну, что я скажу. Это, конечно, ну, я бы так сказал. Конечно, когда мы находились тогда в... Помню, обсуждали этот роман с Леной Элтонгой, с Германом Садулаевым в Таллине и с Андреем Ивановым, потому что многие из присутствующих были в шорт-листе, и она получила буки. На мой взгляд, это все-таки было поспешное решение для Букеровского комитета. Но Виктор Топоров, кстати, это одобрил в свое время. Я бы сказал так, что первое, я взял этот роман... Я действительно смешно. Это действительно талантливо. Да, тут есть элемент дурновкусия. Ничего не скажешь. Но я вот поймался на том, что я смеюсь с какого-то момента вот этой главы. Там это было... Не могу сказать, что это было... Прямо меня это потрясло или изменила мою личность, как это происходит с хорошей литературой. Но я действительно посмеялся и прочитал какое-то количество этого текста с большим удовольствием. Может быть, это плохо обо мне говорит. Ну, окей. Но, скажем, 50 оттенков серого я вымучивал. Я вынужден это прочитать как американист. Я себя заставил и с ужасом это все читал. Хватался за оригинал. Понимал, что оригинал в сто раз хуже перевода. Вот даже подумал, что надо было там поручить перевод мне, там, Валерию Арпетяну. Мы бы хороший текст оставили вот из этого безобразия. Но в целом, конечно, нельзя вот прям так говорить. У нас эротизированная проза. Есть Марат Басыров, который разные зоны сексуальности открывает. Алёхин. Многие очень об этом говорят. И Валерия Арпетян достаточно писатель, который не скрывает этих сцен. И у него эти зоны, безусловно, присутствуют. Он умеет это описывать. Это просто вопрос вкус. Но сейчас культура такова, что эта зона возможна в литературе. Но это должно быть с хорошим вкусом. У Сорокина это не всегда уместно, но вполне профессионально. Ну, на мой взгляд. Мы продолжим всю эту красоту 5-го числа. Да, 20 часов на ферме Бенуа. У нас вот ещё вопрос такой. Уже дня два кипит фейсбук хэштегами. Хэштег «Меня не взяли». Да, я видел уже. В контексте нашей беседы. Куда вас не взяли, Андрей? О, Господи. Меня, да меня, вы знаете, я никуда себя не предлагал. Поэтому меня всюду брали. То есть, ну, девушки там уходили пару раз от меня. Ну, вот я приходил, просился обратно. Меня не брали. Да и, в общем, и хорошо. Слава тебе, Господи. Слава Богу, они счастливы. Вот. Меня не взяли на филфак. Я два раза поступал. Я поступил на вечернее отделение. Меня не взяли. Я не добрал баллов. Это, возможно, было вполне себе и заслужено. Вот. Я поступил на вечернее отделение. Отвечал я хуже, но оценки получил выше. Вот. Это говорит... О чем-то, наверное, говорит. Ну, может быть, о том... Хотя конкурс был одинаковый. Вот. Почему меня не взяли, я не буду рассказывать. Я знаю, почему меня не взяли. Но, возможно, я просто не очень хорошо отвечал. Ну, вот, меня на филфак не взяли с первого раза. А больше я не помню, чтобы меня куда-нибудь не брали. А вот была такая история у тебя, по-моему, в сконс-камере или в Люди Головы, что тебя не взяли в бассейн. В бассейн не взяли в шесть лет. Да. Правда. Я сидел, и она действительно сказала, что я болтун. И не взяла меня, потому что я болтун. А когда мама потом пришла выяснять, почему же вы не взяли, говорит, ну, вот у вас ребенок такой вот не очень спортивный, говорит. Она говорит, подождите, ну, вы же и пришли спортом позаниматься. Говорит, ну, извините. Ну, видимо, там просто, я думаю, что там была просто спортивная группа. Я, кстати, умел плавать, в отличие от всех тех, кого взяли. Ну, просто я настолько какой-то был хилый, видимо, вот, что даже эти люди, которые плавали как топор, они были перспективнее. Ну, вот, так закончилась моя спортивная карьера. Едва не начавши меня не взяли в бассейн. Мы же футуристы. Что нам про прошлое? Куда не возьмут Андрея Статсатурова? Куда не возьмут? Вот, я не знаю, я просто никогда не прошусь. Поэтому как-то я не знаю, куда меня могут не взять. Не знаю, никуда не возьмут. Я не знаю, куда. Космонавты возьмут? Космонавты? Нет, ну, я там, меня стошнит сразу. Там же перегрузки. Я умру сразу. Я не знаю, куда. Вот я на конференцию сейчас подал. В Казань взяли. В Москву подал заявку. В Казань взяли. Красота. В Москву подал. На конференцию взяли. Что еще? А, сейчас вот у меня конкурс в университете. Я прохожу конкурс. По конкурсу. Я сейчас сдаю документы. Могут ведь не взять. Тогда я останусь без работы. Буду к вам чаще ходить. Ну, вот, про секс рассказываю. Что у меня еще остается? Меня не возьмут сейчас на работу. У меня сейчас есть шанс остаться без работы. На этих откровениях солнце вышло и озарило Ольгу Маркину. Итак, давайте мы напомним, что 5 апреля, дни фонтанки в Бенуа, 1890. Это у нас адрес Тихорецкий проспект, дом 17. В 20 часов мы ждем всех. Поговорим. Перед ночью так мы всех ждем. Ну да, я думаю, да. Слушайте, какой-то день недели у нас будет. Секс в литературе. Это все будет прилично. Среда. Все будет прилично. В среду. Но 18+. На всякий случай. Да, давайте все-таки 18+. Да, давайте. Да. А в конце, собственно, чтобы подтвердить все вышесказанное, про заботу о женщинах. Давайте песенку послушаем. Андрей Астациатов любит Sex Pistols. Мы тоже. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Скоро вернемся. Не пропустите наш следующий эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова